ребят всем привет утро доброе ну что же утро у нас начинается с бутербродов я делаю вот такие вот красивые бутики из лепешечек лепешечки сметаны пополам разрезаю вот так берем колбаса сыр уже там есть в общем проснулись мы никакой нас медведь не съел офигенно ребята когда есть люк вы его вот так вот утром открыли сюда сделаем еще москитку будет прикольно такая термоцел включили с гвоздичным маслом и все этого было достаточно ни одна сволочь туда не залетела а нам было прохладненько спать даже когда солнце вышло кстати новый кунг ребята из жуков гаража которые сделали гораздо как сказать гораздо лучше держит тепло то есть снаружи кунг горячий здесь еле-еле теплый то есть вот нет такого что тут парилка прямо начинается так вот с мишкой будет по два бутерброда заварили пуэр заварили термос уже заварили себе две кружки чая в общем жизнь налаживается это лишний был кусок а мишаня придет он пошел метки от медведей ставить помечать территорию вот были уэлла шара ладно короче намазал две лепешки маслом и соединил их а две крышки от лепешек без масла соединил другого бутерброд мишка масло не ест не знаю даже хорошо это или плохо наверное хорошо потому что масло больше не остается мне вообще чудной организм он много чего не ест потому что потом очень часто бегает метки ставить будем еще завтракать и потом испытаем испытаем ребятки термоцел с левыми пластинами но от обычных фумигаторов у нас солнечная погода я думаю даже может быть не будет дождя целый день конечно земля вся сырая прям насквозь все видится все мишенька давай кружки кстати сейчас копался в ящике думаю чё это такое ребят шунгит на него кстати на металлоискатель реагирует ну как горячий камень это шунгит который в печи кладут там он воду очищает его перетирать до воду кладут то есть мелко измельченный вот он нахуй его можно искать металлоискателем его в кучах камней прям находили вот с металликом вот такой то есть как горячий камень ребят мы искали откуда у нас появилась вода вездеходе искали искали вот нашли виновников багажнике лежали и синтуки вода питьевая запас и от движения не перетерлись видите какой у нас лужа такая появилась сейчас будем эвакуировать эту лужу и это самое а ну вот еще одна бутылка блин и синтуков то нету это бутылкой синтуков выжило только из шести ребят бутылок выжило только одна моя я и узнаю моя бутылка так ладно сейчас будем устранять так что владельцы вездеходов старайтесь вот свободно так бутылки не укладываешь и но по крайней мере проблем живцом не будет можно прямо здесь вот дать просто живца можно будет сюда складывать мы мы сделаем вкладыш и потом покажем что можно ну вот что можно сделать для того чтобы бутылки не гуляли не играли вот сейчас заботимся этим в общем что ребятки сейчас днем вам покажем деревню вид нас лет от трекола вот идет шашечки утрекола то есть хозяйстве здесь поход хозяйстве мы сейчас поедем к тому дому где он были собаки и каракат стоял как бы тарел дорога будет за счет не оставлять да а вон собачка собаки привет собака да да попробовать кувалду хорошую по гайке туда ударить она может закисло может отойти от удар от хлестка такого ребята мошка в мишку в глаз долбанула сейчас у него будет шикарный глаз посмотрим а вот этот руль это вот эти машинки до которые такие квадратные не были угловатые да 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 вот ребята рама от инвалидки смотрите наверно мало кто видел как она себя выглядит без корпуса вот такая вот рама трубчатая было здесь стоял мотоциклетный двигатель а тоже а вот снегоход то который мы вам показывали вчера но его вчера не видно было вот такая калитка для обслуживания сейчас там цепь лежит транспортерная лента там звездочка самодельная такая для зацепления вот так вот ой какой ящик то почтовый старинный почта советский союз еще герб поближе покажу ну конечно конечно ящик такой вот ребят какой почтовый ящик открывали туда бросали письмо герб вот тут дверца была ключ специальный и почтальон приходил доставал письма такой вот три раза в неделю а теперь ребят тут и за год это самое никто ничего не вынимает вот таким вот образом раньше пересылались смс да можно было послать ммс фотографии вот еще мордочка от бурана лежит это тоже самоделка какая-то была до а это что за незавершенная это я сейчас на жигулевские мосты перешожу у меня тут москвичевские мосты там пять спидет а в этих четыре болта ну что ребят мы сейчас наверное сергеем еще и прокатимся и на нашем везде ходит докуда мы до речке сможем доехать до покажем вам речку где ловится харюс сергей очень скептически пока относится может быть и доедем но сейчас посмотрим действительно а вот попробуем сейчас мы попробуем а вот мы сейчас наверное еще и сергей вездеход действующий посмотрим он нам покажет вот так ребята живут в деревнях умельцы видите в принципе большая такая деревня а живет практически один дом постоянно до сергей проживая жизнь 61 года посмотрите ребят вот это собаки а эти красавицы какие а вы какие красавицы работают по зверю то есть не поют прямо вот такие вот сверху все службу несут все видят лифанчик я коробки были регулярских поэтому он немножко сюда выдвинуть и скорость-то как раз на 1 там 1 там 1 тихо шел нормально для нас а сейчас вот сушки он быстро бежит передачи приходите иногда как только воды попала туда проскальзывает как бы я не боюсь не боюсь в этой речке техника не побежит две башки впереди поменьше вот это побольше так то его надо хотя бы три с половиной раза в четыре будет поменьше делать а сейчас вот я сперва стояла две коробки стояла жигулетку сцепление сцеплением то хорошо было тут а почему поменял что раздатку низкую поставить там не получится как-то сделает цепи понижайка стоит блокировка у меня вот кулак этот полетел пришлось делать это а это от этого от зеланого да вот такая переломочка я делаю жигулетки эти мосты перехожу может я тормоза там сделаю и будет вращение через него будет повыше раздатка что тут ошибка то что я прямо вот это делаю вот раму к этому так на чтобы она повыше немножко бы вот такая вот и она бы бьет сильно там без нас вот в этих пальцах и бьет вот так техника удобная так получается газулька это с ручным да так иногда ноги заняты так коробка такой мы ребят вездеход встретили интересный внутренний оттуда это это водой грызнут чтобы нод плитков можно да да кем колесом я пропиливаю Сергей показывает как он обдирают резину по чередине оставляю и вот в елочке а начинать потом ножом зарезать вот это место лебедкой зацепить зажимает подрезаешь водой поддрыгиваю чтобы из кользин может быть лучше у меня и ножик-то сейчас не поддумаю на ходе к вам, потому что вещь терщи и ганчевушкинки и подрезаешь поплавить, а что, ну, ставится, когда рыба идет сверху вниз спускается то есть вода идет на убыль вот она спускается вниз след за водой она заходит туда и не может обратно выйти просто вот так на течением придавливает как говорил он даже не даже там будет вот это говорит я немножко растянуть просто так вот ставится течение идет туда рыба зашла ее придавливает течением она сюда набивает а ну да она вот зашла и развернуться не может здесь узко специально эта морда сделала что ребят разрабатывайте заднюю передачу если у вас в жизни не стоит такой поплавень и у вас не разработана задняя передача так что все таки задняя передача нужна только вперед нельзя ну что поедем теперь на нашем вездеходе прокатимся до речки посмотрим ее посмотрим дорогу сергей обещает там где-то ух колеи есть какие где мы лебедку будем использовать да вот а я дизайн а я одену полярики буду высмотреть хариус и вытачки ну все сейчас поедем не переключайте смотрите дальше почти поплыли Это для нас хорошая дорога. 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 Сейчас, ребята, давайте проверим, не намоталось ли у нас что-то там... Голова аккуратно, аккуратно. Здесь чисто. Чисто, да, все? Вот, ребята, мы приехали на реку. Успели поплавать, попались на провод, который через реку протянут был. И вот в этой реке издавна ловят хариуса. Это очень вкусная рыбка. Это очень вкусная рыбка. Минут через 20 минут давали уже. Ну, потому что я же алкоголь не употреблял. Вот, они уже там... У них считалось, что уже через 10 минут можно... Нежнейшее мясо. Это вот, ну, не знаю, кто не пробовал, конечно, не передать. И вот эта вот рыбка вот здесь вот водится. Ее прямо на червяка закидывают и тут вот раз-раз, хоп, и достают. Вот Сергей говорит, достают до 25-27 сантиметров такие рыбешки. А нет-нет, ловятся и 39-40 сантиметров такие рыбки. Вот так вот. Вот такая вот речка. Очень красивая. Заваленная правда. Вот как здесь сплавляться по ней. Вся в завалах. Такие бревна и не перепилишь. Нет, это рутовская рамка. Мишка про своих пчел опять рассказывает. Собрат пчеловоз. Пчелятников. Он где пчелятников встречает, сразу с ними. Ух! Корпус весит вместе с рамками, с навощинами. И 8,5 килограмм. А ну-ка, ребята. Сережа, а дорога-то это старая же, да? Старая дорога, да? А, раньше была плотина, да? А где она стояла плотина? А вот прямо где. Вот эти бревна, да? Это остались верхние. А, это вот от нее, это не завалы. А нижние, там можно на мост прийти, там бревна еще остались поперек. Так называемая шчет. Шчет вот это, там, так вот бревна поперек и елочки. И так делали, что вода вот не могла размыть вот это место. Оно текет уже так. Когда было? 26-го года, мимо. Вот как плотину эту сделал. С 26-го года вот она так течет. Мосты, может быть, уже меняли тут несколько раз. Но вот эти бревна последнего моста остались. По которым я на тракте ездил. О, ребят, так что это не завал. Я-то думал, это здесь деревья такие упали. Там вот была дорога там что-то. Ох, ребят, течение здесь какое! Вот мы вышли, здесь был старый мост. Старая дорога проходила вот здесь вот. Это старый мост, это вот бревна от него и остались. Ох, какой печень! А вот бревна, да, лежат? Вперёд бревна положено, да? Вперёд бревна положено, да? Сейчас бы искупался. Здесь ещё, говорят геологи, в 70-х годах искали золото. Нашли, не нашли, фиг его знают. Но они же разве скажут, правильно? Может и попробовать, может что-то тоже найдём. Лопаты-то у нас есть, сейчас как накопаем. Так, ребят, как я и обещал, сейчас будем испытывать пластины для домашних фумигаторов, которые используются. Вот вторая. Вот две пластины мы вставили. Сейчас попробуем. Не будет ли здесь джин? Нет, не будет. Ну ладно. Пошли, потом меня опять сварят. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты ещё не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Всё, спасибо. Пока.